Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Union Sky. Сегодня мы будем играть в подобие на Х4 в Роблокс. И здесь, вначале, нам надо как бы распределить дивизии генералам, что я сейчас и буду делать. А также, мне досталось Германии, за которую я зашёл просто поиграть, но оказалось то, что... Как сказать... За неё уже кто-то играл до меня. И, короче, тут уже была пол-Европы захвачена. Сейчас мы объявляем войну Дании и передвигаем туда танки. Так, вижу свой немецкий флот и ищу Норвегию. В Норвегии играет мой друг, и мы в Союзе. Захватываем Швейцарию, которая как бы была в нейтралитете, но мне как-то всё равно, знаете ли. Итак, смотрим опять на Данию, но почему-то танки не хотят двигаться. Ну вот, они там переместились на фронт, но не нападают почему-то, не знаю. Смотрим, что можно прокачать. И, кстати, тут уже прокачаны некоторые технологии. Швейцарию мы благополучно уничтожаем и создаём дивизию... Ну... Добавляем генерала на фронт к Испании. Объявляем... Выходим из Альянса, в котором я даже не знал то, что я находился. И, короче, мы не можем нападать на Югославию ровно 28 дней. Это нам мешает, как бы, да. И в Дании происходит прогресс. Всё-таки наши солдаты зашевелились и захватили пол-Дании. И это круто. Эщкерия. Видим то, что, блин, Югославия захватила Италию и почти всю центральную Европу. А... Чё-то в Дании у нас прекратилось наступление. Осталось 12 дней. Смотрю, что можно улучшить в технологиях. И... Исучаем противотанковые... Блин, ну... Что-то, короче, да. Противотанковые дивизии, да. Не можем объявить войну Югославии, но как же так? Как мне же надо. Всё-таки у них очень слабо... Укреплён фронт. Но... Игрок, который играл за Югославию, увидел то, что я... Вышел из альянса с ним. И начал передвигать понемногу войск... Войска... К... К... Фронту. И это очень плохо для меня, но... Всё-таки у меня войск-то побольше, чем у Югославии. Это я знаю точно. Пересматриваем, как можно переставить дивизии. И начинаем войну с Югославией. Забираем армию в котёл. А также начинаем забирать... Ээээ... Понемножку части Италии. Обрываем Италию от основного... Основной границы Югославии. А также делаем котёл. Итак... Понемногу наши солдаты передвигаются... И мы забираем Будапешт. Короче, очень круто, Ищкерия. Ещё один котёл... В нашем распоряжении. Отрезаем полностью Италию. И... Закрываем один котёл. Так. Уже заходим... Прямо жёстко в Балканы. Залетаем на юг Балканах. Эээ... Так. Почти закрыли котёл. Эээ... Круто. Заходим... В Италию. Но... Нас взяли в котёл в Италии. Но это не проблема, думаю я. Так. Да. Создаём противотанковые дивизии. Так. Заходим в исследование. Что же можно прокачать? Прокачиваем фабрики, а также... Жилые дома. И так. У нас почти что получился котёл в... Как бы... В столице. Заходим в столицу и уничтожаем Югославию полностью до конца. Круто, классно, хорошо для нас. И так. Примещаем солдат к новым границам. Чтобы защититься от всяких... Ммм... Неприятных личностей, так сказать. Да. Итак. Понемногу перемещаются наши солдаты к фронту. И видим то, что всё-таки за СССР играет человек. Улучшаем защиту. И подводим войска. Чё-то я задумываюсь о том, чтобы захватить Литву. И поэтому перемещаем туда побольше войск. Чтобы начать битву, так сказать. Находим Литву, объявляем войну. И начинаем жёстко нападать своими солдатами. Конечно, против пехоты лучше всего подходят танки. Что я и делаю. И, собственно говоря, уничтожаем Литву так-то. Мощненько. У Латвии уже побольше войск. Но на неё нападает СССР. И это не очень для нас. Так как, блин, ну мы же хотим полную Латвию. СССР просит о союзе. Но я отвергаю такое предложение. Так как в будущем я хочу захватить СССР. За Германию. Вот так вот. Улучшаем. Или не улучшаем. Круто. Уничтожаем Латвию. И начинаем нападение в Эфиопию. Ой, в Эфиопию. В Эстонию. Извините меня, пожалуйста. Ну, а там находится уже СССР, который хочет забрать себе Эстонию. Ну, а мы как-то быстрее справляемся с этим и захватываем промышленность. Переводим войска к СССРской границе. А также нас, короче, на русском приветствует игрок, который играет за СССР. И говорит нам привет. Мой друг пишет, что он, типа, вернулся к Луто-Эшкере. Чел просит нас о союзе. Но вместо союза он получает войну с Германией. И начинается фронтальная жопа. Прям очень много битв происходит. И у нас забирают границу в Молдове. Плохо. Итак, нам объявляет война Испания, которая находится вообще на другом фронте. А именно на западном. Поэтому все войска просто находятся на восточном. И мы не успеваем перевести войска, как нас уже там нападают. Также Испания захватила Турцию и Грецию. А это очень плохо для нас. Так как они нападают у нас с двух фронтов. А мы ничего не можем им сделать. Так как у нас все войска находятся в СССР. Если мы уберем их, то нам просто жопа. Круто. Да. Короче. Я сказал им идти к фронту в Испании. Но они пошли к Греции и Турции. Потому что они находятся тупо ближе. А здесь, в Роблоксе, нельзя настроить именно на какой фронт идти. Но все же некоторые солдаты... ...эээ... ...перешли сюда. И это были датские солдаты. Да-да. Но в Дании осталась там одна дивизия или что там осталось. Так. В Дании, в общем, мы убрали все грани... ...эээ... ...все дивизии, потому что нам просто жизненно обеспеч... ...нам просто жизненно важно то, чтобы мы остановили нападение Испании. Запираем почти что всю Грецию. А также подходим к Москве и какие-то странные границы делаем. В СССР. У нас... В СССР правитель сменился уже. Что происходит там? Мы заходим уже в Турцию прямо жестко. Залетаем туда. В Испании пока что все туго, но мы хотя бы держим фронт. Турция делает контратаку, но она несущественная. Ой, Турция. Извините, пожалуйста, это просто... ...что-то слишком много экшена. Делаем очень много прямо котлов в СССР. Испания нас понемногу там что-то нагибает. Да-да. Но мы посылаем еще войска в... ...испанский фронт. На испанский фронт. В Норвегии начинается война со Швецией. Но меня это не так сильно... ...будоражит от того, как... как, блин, нас обошла испанская дивизия и может начать очень плохую атаку для нас. Но наши войска успевают ее остановить. В Турции мы почти что полностью уничтожили армию Испании. СССР уже откинут полностью на восток. И осталась Москва, которая нехорошо расположена для нас, потому что там может начаться контратака. Делаем котлы, Крым в полной жопе, СССР. Так что я вообще, хоза, что-то может происходить. Получаем танковые дивизии. И у нас даже получается немного на пояс на испанский фронт. Или что там. Ну, короче, круто. Нас отбивают обратно к фронту. А также, блин, танк, высадка, ё-моё. Перебрасываем быстренько все войска в Испанию, потому что, ну, блин, это жопа. Тем более, СССР уже повержен, так что неважно. Но, блин, этот танк мешает полностью, потому что, блин, на спине войска что-то не успевают за ним. Улучшаем противотанковую дивизию. И отправляем еще одну противотанковую дивизию на фронт. Но, блин, танк уже в Марселе. Че делать? За Данию зашел игрок. И он начинает контратаку в Дании, где у нас вообще нету ни одной дивизии. Я попросил о мире, но игроку все равно. Он хочет восстановить свои границы. А испанский танк уже почти что, блин... Блин. Уже запинаюсь. Почти всю шпицарию её моё забрал. Пока мы ничего не делаем. Хотя, всё-таки одна дивизия успевает за танком. И почти что мы её прессуем к горе. И это всё-таки хорошо. Так мы немного остановили. Но, блин, вторая дивизия уже проходит. Наш фронт. И фронт просто разваливается. Мы ничего не успеваем. В Дании игрок всё-таки нас жёстко так прессует. Мы пытаемся чё-то сделать. Но это плохо для нас. Да, потому что танк и так же дивизия проходит на французской территории. И это плохо. Это очень плохо. Как я уже говорил тысячу раз. Получаем ещё раз противотанковую дивизию. Но, блин, танк уже в Бёрне. Что? Как? Зачем? Почему? ХЗ. Вот взвёсткий ответ. Ээээ, да. Посылаем дивизии на датский фронт. А танк, блин, уже пересекает французскую границу. Вот так вот. Призываем Норвегию на помощь против Испании, потому что её моё фронт прорвало. Но Норвегия занята Швецией. Швецией. Да, Швеции. Пока союзник фигарит, она со Швецией воюет. Ну, в Дании мы, в принципе, почти что восстановили все границы. И это не так уж плохо. Но, блин, в Испании уже наши войска поспевают. Но, блин, уже французскую границу давно пересекли. А также жёстко нас спрессуют. Чё-то прочекали, да. Не буду это вырезать на монтаже, потому что мне лень. Так, круто. Начинаем жёсткое наступление на Испанский фронт. Испания пытается делать контратаку. И, кстати, в некоторых местах у неё это хорошо получается. Мы начинаем наступать по границам ближе и ближе к изначальной позиции Испанского фронта. Но видим то, что ещё и Великобританией захвачена Испания. И оттуда, может быть, проведена высадка. Так. Мы пока что отбиваемся, но на нас всё-таки нападают до сих пор испанские дивизии. До сих пор делают контратаки проблематичные для нас. Но всё-таки понемногу-понемногу, но мы возвращаем. Медленно, но уверенно, так сказать. Очень много, прям вся армия переведена на этот фронт. И если сейчас Финляндия нападёт, то это просто жопа, знаете ли вы. Так, в Дании игрок покинул игру, потому что мы его забили. Там какие-то челы идут из толканья, наверное, были. У меня 9 миллионов, но мне не до этого. Мне некогда улучшать эти технологии. Потому что, ну блин, что? Мы почти что взяли дивизию котёл и уничтожили её, кстати. Это очень хорошо, потому что... Хорошо, да. Вот такой это я логичный. Полностью улучшаем танковые и противотанковые дивизии. И начинаем захват Бордо, который обходится нам очень легко. Так как мы уничтожили одну танковую дивизию Испании, которая им держала именно этот город. Подходим уже к изначальной позиции в Испании. Испанский игрок не знает, что делать, но мы побеждаем эту партию. Потому что вас вон Виндзинькин. Вот так вот.